Вальс-баллада про тёщу из Ивана. Несмотря на такое игривое название, песня эта посвящена достаточно тяжёлым временам, когда в Советском Союзе боролись с абстракционизмом в искусстве. Я намеренно произношу это слово с мягким знаком после З, для того, чтобы всем, скажем, людям старшего поколения стало понятно, кто так произносил это слово. В этой песне упоминается фамилия Поллок. Имейте в виду, что это не кинорежиссёр Сидней Поллок. Это художник-абстракционист Джексон Поллок. Достаточно известный художник, популярный, по-моему, автор целого направления в искусстве, был, по-моему, экспрессивный абстракционизм. Что это значит, если интересно? Он изобрёл такую технику. Он не касался кистью холста. Он набирал краску на кисть и брызгал на холст. И получались такие цветовые картины, цветовые пятна. Не скажу, чтобы мне это нравилось, но в любом случае он считается достаточно известным художником-абстракционистом Джексон Поллок. Обратите внимание. Кроме того, в этой песне используется такое слово нембутал, такое лекарство нембутал. Но люди старшего поколения помнят, конечно, да? Это сильно действующее снотворное. Я для молодых специально говорю. О, вот этого я не сказал. То есть надо отключить мобильные телефоны, друзья мои. Обязательно отключите мобильные телефоны. Потому что эта гадость, она всё время звонит не вовремя. В одном московском театре даже перед началом спектакля звучит в трансляции такая фраза. Уважаемые слушатели, отключите, пожалуйста, мобильные телефоны. В противном случае артисты за себя не ручаются. Вот. Так вот, короче говоря, значит, этот самый Поллок теперь нембутал. Значит, это мы разъяснили. И ещё одно слово, которое может оказаться непонятным. Мужчины помнят. Такая кубанская. Что такое кубанская, наверное, мужчины помнят. Такая настойка. Настойка там на лимонных корках и ещё там на чём-то. В общем, она горьковатого вкуса была 40 градусов. Вот. Это всё надо знать, потому что это всё упоминается в этой песне. Понимаете? Вальс-баллада про тёщу из Ивана. Ох, и мы всыпали по первое по дереву с пеленутым уфолоком. Праведные суки брызжа пеною обзывали шуликом и поллоком. Раздавались выкрики и выпады, ставились искусно многодучия. А в конце, как водят сороховые воды, мастерская, договоры и прочее. ПЕСНЯ И сложил их в угол, как полейницу, И холсты, и краски, и подрамники. Томко вмиг слетал за Кубанскую, То веселее яичко, да творожничка. Он хромство принял, заел колбаскою, И сказал, что полежит немножечко. Та-дам, 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 та-дам. Выкреб тайна из пальтишка Рванова, Не упутал прикопленные заранее. А на кухне тещи из Иванова Ксения Павловна вела до знания. За окошком ветер мял локацию, Длилось чье-то сизое и спутнее. А за что ж его, да за абстракцию? Это ж надо, а три звону подняли. Та-дам, 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 та-дам. Он откуда родом? Он из Рыбинска. Что рисует? Все натуру разную. Сам еврей? А что? Сиди и рыбой сидит. Он у Ритки без ноги, с язвой. Курит много? В день покупачек северо. Риткин дьявол. Курит вроде некруто. А у них еще по лавкам северо. Хорошо живете? Лучше некуда. Та-дам, 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 та-дам. Риткин, что не вечер, то с приятелем. Сынела дура в доме ворога. Значит, окаянный твой спонять. В день полпачки севера недорого. Пить-то пьет, как все под воскресенье. Риткин пьет. Все рожи окорябаны. Помолчали. Хрустнуло печенье. И вздохнув, сказала теща Ксения. Плакнувши. Прокормим окаянного. Та-дам, 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 та-дам. АПЛОДИСМЕНТЫ